Я не люблю Исикай. Почти всегда это помойка Гаремник, фантазия всемогуществе школьника, которого вначале все унижают, а потом он становится имбой. Однако, приветствую на канале, это Тим и западный Исикай, гораздо лучше восточного. Быть может потому, что он реже, быть может из-за отсутствия Аяшей. И я тут не упоминаю отечественные Исикай, потому что эльфы во Второй мировой, какой-нибудь всемогущий сисадмин, фэнтези, это мрак, конечно. Второй сезон пришельцев из прошлого приоткрывает тайны происходящего и развивает уже ранее имеющиеся идеи. В этом мире как-то почему-то в один момент и далее с какой-то периодичностью из воды прибывают путешественники из трех временных линий. До исторического периода, средневековья и девятнадцатого века. Происходят очевидные столкновения и неприятия со временными людьми мигрантов из другого времени, но те постепенно начинают акклиматизироваться. В первом сезоне не было очевидно, происходит ли трансмиграция и в других странах, но тут все понятно, ибо антагонистом является Джек Потрошитель, чья личность тут весьма специфична. Главные герои – коп, сидящий на веществе, который должны принимать только иссякайнувшиеся и переживающие сомнительные видения. Его напарница из числа перенесшихся, воительница, скрывающая свою идентичность, ибо таких в органы правопорядка не берут. А она тем более, пример, первый коп из викингов. После вводных, вроде как ни связанных друг с другом дел, появляется несколько сюжетных переплетенных друг с другом линий. Одна повествует о возвращении христианского короля, желающего сделать Норвегию Great Again и его оппонента, который стремится жить тихой жизнью. Вторая касается заговора, некой тайны, ибо все больше вещей указывают на тот факт, что путешествия происходят не только в настоящем. В частности, главная героиня перенеслась в детстве из нашего времени, а потом вернулась. В финале уверенного в заговоре главного героя отстраняют, а конфликт между двумя древними воителями обостряется. Во втором сезоне главный герой слезает с веществ, вроде как, но тут дело в том, что ему начинает являться Один в виде очень высокой сумбурной дамы средних лет, и как ни странно, вроде все это работает. Но лично мне непонятно, в каком соотношении здесь мистика и наука. Потому что либо как то, так и другое, либо исключительно наука, но в тех аспектах, которые пока непонятны нам. Может местный Один это вообще иное многомерное вневременное существо, все возможно. Второй сезон сильнее ударяется в научную фантастику. Называет вопрос тот факт, что главного героя пока не восстановили в должности, но нанимают как стороннего эксперта. Это не имеет особого смысла, потому что суть его статуса глобально не меняется. Помимо глюков, еще одна мини-сюжетная линия связана с тем, что его дочь залетела от одного из викингов. Вернувшегося короля Олафа. Замышляющего против оппонента и набирающего все больше популярности и власти. Христианские викинги явно против убортов. И ситуация обостряется. Проблема же главной героини в сомнамбулизме. Встречающаяся среди трансмигрантов беда. Однако ее ситуация уникальна. Появляются сверхспособности и прям очень интересно к чему все это приведет. По следам потрошителя идет еврей, прибывший из того времени, когда Джек орудовал. И он как-то связан с ранее проявившими себя луддитами. Есть такая мысль, что луддиты пытаются остановить конец света, являющийся целью антагониста. Ну, фактически антагонист хочет не допустить возникновения человечества, но разве тогда не случится временной парадокс, обнуляющий все его усилия? А на ней суть может быть параллельной реальности. Да, Джек это путешественник из нашего времени. Физик-социопат. И хотя он пытается оправдать убийство нуждами науки, просто псих. Последний эпизод сезона логично развивает идеи путешествий во времени. Альтернативная реальность. Где страной правит тот самый христианский фундаменталист король Олаф. Тоталитаризм, фанатизм, все печально. Но при всем при этом есть и организация, отправляющая шпиона из полицейского участка в эту реальность. То есть эксперимент все-таки был международный. А быть может все эти агенты пришли вообще из будущего? И Альтернативная реальность несколько сюрная, благо на следующий сезон ее не растянут. Но клипхенгер прям занятный получился. Это конечно ожидаемо для истории о путешествиях во времени, но красиво вышло. Правда это вызывает еще больше вопросов касательно соотношения магии и науки. И ладно. Я люблю сериалы тайм-тревелинги. И нечто вроде, ой, смотреть, герой противостоит самому себе из другого времени. Вот этот поворот, кто бы мог подумать, если все не доходит до странно-притягательного бреда при Диснишн. А нечто более оригинальное. Данный сериал может это предложить. Он все очень ненавязчиво шутит на тему толерантности. Например, как лунатившая героиня, отвечая на скепсис по поводу викингских знахарок, говорит нечто вроде «Вы что, смеете сомневаться в традициях моей культуры?» Или что-то там ее собеседница умолкает и тут же начинает извиняться. Забавно, прям забавно. Криста Косанин в целом очень хороша. Шоу не шедевр, конечно, но достойное, оригинальное. Много ли вообще скандинавских сериалов до нас доходят? Помимо нескольких депрессивных полицейских триллеров, которые я очень люблю и которые пережили много адаптаций вроде «Моста» или «Убийство», можно вспомнить крепенький «Рагнарёк», который я, правда, не видел, я лишь предполагаю по отзывам. Да и все. Шесть серий. Очень советую ознакомиться. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал Бусти, спасибо за внимание и пока.